Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня» Мы считаем, что обстановка, которая сложилась в стране и в мире Требует консолидации здоровых сил Когда заявляют о том, что все предрешено Это не выборы, на которых все предрешено КПРФ официально вступает в президентскую кампанию Как оценивают в партии итоги развития страны Уже родив ребенка одного, потом второго Так и скитались с детьми без жилья Сейчас, взяв ипотеку, платим 30 тысяч в месяц В режиме бесконечного ожидания В Башкирии, в одном из районов Уфы Обманутые дольщики уже много лет не могут получить ключи от квартир Александр Владимирович Бричалов Когда приехал по жалобам жителей По переселению ветхого жилья Тоже сказал, что это же надо так ненавидеть своих людей Чтобы так построить и так далее Чиновницу из Удмуртии обвиняют в махинациях с жильем Уголовное дело передано в суд В субботу 23 декабря в подмосковных снегирях пройдет съезд КПРФ На нем партия определится с кандидатом на предстоящие выборы президента России По уставу у нас президиум-пленум вносит кандидатуру, которая завтра рассмотрит съезд Если хотите посмотреть на состав тех, кого рассматривают в качестве президента Рассматривают высший совет, государственный совет патриотических сил Он нами уже создан То открывайте мое обращение Оно опубликовано в декабре прошлого года Там 21 кандидатура Подробнее о предстоящей предвыборной кампании мы поговорим чуть позже А пока к другим новостям В столице Башкирии, Уфе, обманутые дольщики уже 9 лет не могут получить свои квартиры Дом, в котором они приобрели жилье, так и не был достроен Несмотря на многочисленные обращения к чиновникам Ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки Доведенные до отчаяния люди готовы объявить голодовку Подробнее Георгий Крысенко То есть вот за эти 9 лет деревья выросли здесь уже Ильдар Хабибуллин, который в самом начале строительства Купил в будущем доме для своей большой семьи Три квартиры, потерял 3 миллиона рублей Мы вот ходим по порогам администрации Прошли все суды, все инстанции, которые возможны Нас все время отфутболивать, можно сказать Микрорайон под названием Кузнецовский затон Место тихое и спокойное Когда застройщик начал возводить здесь Трехэтажный кирпичный дом, приобрести жилье в новостройке Захотели многие Нас место устроило и цена в ту пору была приемлемая Быстро нашли покупателей на свою хрущевку Продали и тут же в этот же день Подержав в руках полчаса денежки Я их вложила полностью в этот дом, в эту квартиру В итоге застройщик дом так и не возвел Директора фирмы посадили за решетку на 4 года За мошенничество Он уже вышел на свободу и даже готов достроить здание Но возникло новое препятствие Город за долги продал землю и фундамент третьему лицу В 2009 году продав единственное жилье И взяв кредит, купили квартиру Ну вот в этом строящемся доме, можно так сказать Вот и в 2010 году уже родив ребенка Одного, потом второго Так и скитались с детьми без жилья В одной только Башкирии Сегодня более 10 тысяч обманутых дольщиков Помочь решить их проблемы взялись местные коммунисты Мы собираемся создать рабочую группу Объединить всех этих обманутых дольщиков Под единое крыло Компартии И решать их на местном уровне Или выводить уже на федеральный уровень их проблемы Во многом именно благодаря активности Компартии Проблемы оставшихся без жилья людей Начали замечать Весной этого года КПРФ провела съезд обманутых дольщиков После этого Государственная дума приняла закон о защите участников долевого строительства Георгий Крысенко, Владимир Макарихин, Красная линия Экс-главу Малопургинского района Удмуртии Обвиняют в махинациях при приеме квартир для переселенцев из ветхого жилья Дело передано в суд Наш телеканал принимал активное участие в освещении этой истории Благодаря действиям коммунистов и наших журналистов Чиновницу отправили под суд Чиновница Светлана Колодкина подписала документы о приеме квартир в домах Они были построены по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья Но в новых домах нет отопления, ванной, а туалет на улице Многочисленные жалобы местные власти поначалу игнорировали И отказывались предоставить отчеты по расходованию средств Коммунисты активно подключились к решению проблемы Именно поэтому мы обращались к Геннадию Андреевичу Зюганову Геннадий Андреевич, соответственно, сделал запросы Было какое-то шевеление Наши журналисты приезжали в Удмуртию, чтобы пообщаться со Светланой Колодкиной Но она, как в плохом детективе, сбежала через черный ход На телеканале «Красная линия» вышло несколько разоблачительных репортажей О махинациях властей с выделенными федеральными средствами Экспертиза показала разницу Значит, 13 тысяч квадратный метр А администрация рассчиталась из расчета 28 тысяч То есть разница с квадратного метра 15 тысяч Это четырехквартирный дом, двухэтажный дом Считайте, вот сколько, если квадратов 200 там Около трех миллионов Да, разница? Прокуратура Удмурти обвиняет бывшую чиновницу В злоупотреблении должностными полномочиями И в причинении ущерба бюджету России в размере более 5 миллионов рублей Наш телеканал будет следить за судебным разбирательством и судьбой переселенцев Гера Татарцева, «Красная линия» В городе Юрьевец Ивановской области обрушилась стена жилого дома Пострадавших нет Более 80 человек эвакуированы Ранее жильцы уже жаловались в управляющую компанию По поводу трещин на стенах здания Коротко о других новостях в стране Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление О снятии запрета на госзакупки иностранного программного обеспечения Теперь возможна закупка программ для государственных нужд Из стран Евразийского экономического союза Более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности Имея доход ниже прожиточного минимума Об этом заявила глава счетной палаты Татьяна Голикова Она отметила, что в бюджете предусмотрены средства на повышение реальных доходов населения По данным Росстата, доходы россиян сокращаются четвертый год подряд Эксперты назвали самые богатые бедные столицы регионов России Под богатством имеется в виду уровень доходов на душу населения Так больше всего бедных городов оказалось в европейской части страны Среди них Брянск, Владимир и Орел Самыми богатыми признаны города Дальнего Востока Наблюдательный совет банка «Открытие» избрал Михаила Задорнова председателем правления банка Он вступит в должность с 1 января следующего года В августе 2017 года банк «Открытие» проходил процедуру санации Центробанк выделил почти 500 миллиардов рублей на его докапитализацию На этой неделе КПРФ официально вступает в президентскую кампанию 23 декабря в подмосковных Снегирях пройдет 17-й съезд Компартии На нем будет названо имя кандидата в президенты и утверждена предвыборная программа Согласно последним опросам, около 70% населения страны собираются прийти на избирательные участки Как оценивают в КПРФ итоги развития России, расскажет Анастасия Лукашевич Выборы пройдут на фоне тяжелого кризиса, из которого страна не смогла выбраться Такова позиция руководства КПРФ В то же время коммунисты называют успешной политику, которую проводит Россия на международной арене Будь то Ближний Восток, Китай или проблемы Украины Иное дело – вопросы экономики и социального развития Достойные ответы на эти вопросы в ходе декабрьской пресс-конференции президента так и не прозвучали Я когда послушал его соображения относительно выполнения майских указов, то просто удивился Потому что ни один из показателей серьезных майских указов не выполнил Это его прямое обязательство перед гражданами, и надо прежде всего за них отчитаться Указы мая 2012 года предполагали объем инвестиций в экономику 30% Сейчас показатель 10% На развитие образования, науки и здравоохранения государство выделяет 3,5% бюджета, а надо было бы не меньше 20% Во многих регионах страны смертность превысила рождаемость в полтора раза Другая серьезная проблема – чрезмерная доля иностранного капитала в экономике Она превратилась в настоящую угрозу безопасности страны У нас большая сторона без теплых, без электростанций, энергетики, мы не можем развиваться У нас объем иностранного капитала в этой сфере 95% Завтра вам что угодно остановят Примут санкции, не поставят две детали, и у вас все рухнет Не удалось власти выполнить и другую поставленную задачу – создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест Сейчас их меньше 16 миллионов Предметом гордости остается военная промышленность Впрочем, и здесь не все так просто Но все, чем они гордятся и показывают, это в основном изделия советской эпохи То, что новое у них, пока ни Т-50 на крыло не поставлен с полным боекомплектом Ни МС-21 еще не вышел, ни их супер-жет хваленый и так далее Первый год нового президента, по мнению лидера КПРФ, будет очень сложным Руководству придется работать в условиях тяжелого наследия прошлых лет У нас впереди маячут новые санкции, связанные с финансами Ибо Конгресс США ждет доклад спецслужб, которые должны ко 2 февраля раскопать все источники уворованных из страны средств А это почти 61 триллион рублей или более 1 триллиона долларов На мой взгляд, за этим могут последовать жесткие финансовые санкции, которые больно ударят и без того нашей обеспеченной экономики К началу избирательной кампании коммунистам удалось собрать вокруг себя мощный блок народно-патриотических сил Его участники по-разному оценивают историю России, но остаются едины в видении социалистического будущего страны Анастасия Лукашевич, Красная линия В следующем году вся международная политическая жизнь будет вращаться в треугольнике между американским глобализмом, китайским прорывом вверх и российским самоутверждением Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Жиганов Президент Ша Трамп внес концепцию национальной безопасности Там впервые в этой концепции названы два главных противника, точнее врага, это Россия и Китай Все остальные противники отбвинуты на второй и третий план Си Цзиньпин, выступая на 19 съезде Компартии Китая, особо подчеркнул, что Китай в ближайшие годы решит проблему бедности и станет ведущей державой мира Выступил наш президент Путин перед своим общенародным фронтом, где, по сути дела, представил основные позиции своей предвыборной платформы Давайте сделаем Россию сильной, умной, здоровой и успешной, конкурентоспособной Геннадий Жиганов выразил сомнение, сможет ли Россия соперничать с двумя ведущими державами Только за последние пять лет наша страна потеряла 8% валового продукта А чтобы быть конкурентоспособным государством, надо иметь соответствующий потенциал Чтобы соперничать, надо иметь соответствующий потенциал И когда мы начинаем изучать бюджет, принятый на ближайшие три года То становится совершенно очевидно, что те амбиции, те пожелания, которые выискал президент перед своим фронтом Абсолютно неосуществимы В КПРФ уверены, продолжая текущий финансово-экономический курс и либеральную политику внутри страны Можно провалить все данные обещания Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о развитии цифровой экономики Главная цель документа – создать условия, чтобы международные IT-компании открывали свои представительства в Белоруссии И создавали востребованный в мире продукт Коротко о других новостях в мире Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном В ходе переговоров стороны признали, что сотрудничество России и Британии находится на достаточно низком уровне При этом Лавров и Джонсон отметили наличие общих интересов для развития двусторонних отношений Политические силы, выступающие за независимость Каталонии от Испании, получили абсолютное большинство в парламенте по итогам выборов Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон назвал прошедшие выборы ратификацией референдума независимости И потребовал вывести из региона подразделение испанской полиции Служба безопасности Украины вручила лидеру партии Движения новых сил Михаилу Саакашвили повестку на допрос, который состоится 26 декабря Политика обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности Председатель Госсовета и Совета Министров Куба Рауль Кастро подтвердил, что покинет свой пост в апреле 2018 года После формирования нового состава Национальной Ассамблеи Народной Власти Напомним, 86-летний Рауль Кастро является главой государства с 2008 года На этом посту он сменил своего брата Фиделя Кастро В Симферополе чествовали игроков команды «Русская ПРФ», выигравшей чемпионат города по футболу Этой победе предшествовали годы упорной работы И вот долгожданный кубок в руках у капитана Достаточно интересный был чемпионат «Русская ПРФ» Она сторожила, наверное, чемпионата Это первая победа для данной команды Это большое достижение, потому что до этой победы мы шли 10 лет Наконец-то победа досталась команде «Русь», что главное – КПРФ Многие игроки команды являются членами КПРФ Компартия уже не первый год помогает футбольному клубу инвентарем и формой На поле футболисты выходят в красных майках с символикой партии Что является популяризацией спорта и коммунистических идей среди крымчан Наш выпуск на этом завершен Я желаю вам хороших выходных, всего доброго!